Сегодня мы слышали наше воскресное евангельское чтение Евангелия от Луки, 16 глава о богаче и Лазаре Можете сесть, кому трудно стоять, садитесь Немножко здесь сегодня продолжительнее будет беседа Думал разделить ее, но нет, придется всю сразу Это святитель Иоанна Златоуса, из его трудов Когда снимаете, то старайтесь, чтобы не дергаться Когда смотришь, сильно дергается и очень неприятно смотреть даже Итак, не будем гордиться ни благородством, ни богатством Но будем презирать надмивающихся подобными преимуществами Не будем унывать по причине бедности Но будем искать того богатства, которое состоит в добрых делах И убегать той бедности, которая вводит нас в грех По этой последней причине известный богач действительно был беден Почему и не мог, несмотря на усиленные просьбы Получить и одной капли воды Между тем, есть ли между нами такой нищий, который бы не имел и воды для прохлады Нет ни одного И те, кто истоевает от крайнего голода, могут иметь каплю воды И не только каплю воды, но и другое гораздо большее утешение А этот богач и того не имел Так он был беден И что всего тягостнее Ниоткуда не мог иметь утешение в своей бедности Итак, что мы алчим денег, когда они не возводят нас на небо? Скажи мне, если бы какой-нибудь земной царь сказал Что богатый не может блистать в его царских чертогах Или достигнуть какой-либо почести То не в силе мы с презрением бросили бы имение Итак, если мы готовы презреть имение, когда оно лишает нас чести у царя земного То при голосе царя небесного, который ежедневно взывает и говорит Что неудобно с богатством войти в священное Те преддверия Не приземли все и не отверим ли богатство, чтобы свободно войти в его царство И достойны ли мы какого-нибудь прощения Когда вход Когда с великим старанием Обременяем себя тем, что заграждает нам туда вход И скрываем свое богатство не только в сундуках Но и в земле Тогда как можно было бы положить его в хранилище небесное И поступаешь в этом случае подобно тому земледельцу Который, взяв пшеницу Вместо того, чтобы посеять ее на плодоносном поле Бросает в озеро Отчего и сам не получает никакой пользы И пшеница, испорчившись, пропадает Тираническая власть, любостяжание Не только на земле распространило свою державу Но и на море свирепсует с великим неистовцем Один плывет за золотом Другого умерщвляют за него же Одного эта мучительная страсть Сделает купцом другого человека убийцей Итак, на что всего менее можно полагаться Как не на богатство Когда из-за него нужно скитаться Подвергаться опасности и самой смерти Но кто пожалеет об ужаленном заклинателе змей Серахова, 12 глава По слову Писания Зная жестоко тиранство Надлежало бы убегать в рабство И не употреблять пагубную любовь Но скажешь, возможно ли это? Возможно Если только водворишь в себе другую любовь Любовь к небесам Кто желает царства небесного Тот смеется над корыстолюбием Раб Христов не будет рабом богатства Но его властелином Богатство обыкновенно само ищет того Кто от него бегает И убегает от того, кто его ищет Не столько чтит ищущего его Сколько презирающего Ни над кем так не издевается Как над своими искателями И не только издевается над ними Но и опутывает их бесчисленными узами Итак, освободимся Хотя бы теперь От этих пагубных цепей Зачем порабощать разумную душу Неразумному веществу Матери бесчисленных зол Но не смешно ли Мы спорим против него словами А оно против нас делами Что постыднее и бесчестнее этого Если мы не преодолеваем вещества бесчувственным Так как же будем преодолевать силы бестелесные Если не презираем низкое вещество И презренные камни Так как покорим себе начало и власти Если и блещ серебра поражает нас То как сможем презреть красоту лица Есть люди, которые до того Преданы этой тиранической власти Что самый вид золота Производит над ними особенное действие И они для шутки говорят Что и для глаз полезно смотреть на золотую монету Но не шути так, человек Поистине ничто так не вредит И телесным душевным очам Как эта страсть Итак, первый порог богатого Жестокость и бесчеловечие Высшей степени Ибо все Ибо не все равно Не помогать нуждающемуся Тому, кто живет в бедности Или пренебрегать другими Изможденными голодом Тому, кто наслаждается таким весельем Опять не все равно Раз или два раза Увидя бедного Пройди мимо него Или видеть его каждый день И даже Этой непрерывностью зрения Не пробудиться К жалости и человеколюбию Вы знаете, что мы хотя бы были Жестокосерднее всех От благополучия обыкновенно Делаемся благосклоннее и добрее Но этот богач И от благополучия не сделался лучшим Но оставался зверским Или лучше сказать Своими нравами превзошел Жестокость и бесчеловечие Всего всякого зверя И однако Живший в пороках И бесчеловечный Наслаждался благополучием А праведный и преданный Добродетели находился В крайнем злополучии И что Лазарь был праведен Это также показала Кончина его Еще прежде кончины Самое терпение Среди бедности Как вам кажется Не видите ли вы Самые дела Их пред собою У богатого корабль Был полон товара И плыл При попутном ветре Но не дивитесь Он поспешал Кораблекрушению Потому что Не хотел обращаться С грузом осторожно Хочешь ли Я покажу тебе В чем состоял И другой порок его В том Что он каждый день Веселился Без опасения Ибо это Крайнее зло Не только теперь Когда требуется От нас Такое любомудрие Но и прежде В Ветхом Завете Когда такое любомудрие Еще не было Открыто Послушай Что говорит порок Горе вам Приходящее В день Злой Приближающееся И прикасающееся Субботом С живым Порок Амоса Шестая глава Что значит Прикасающееся Субботом С живым Иудеи думают Что суббота Дана им Для праздности Но не это Причина Установления Субботы А так Чтобы они Воздержившись От житейских дел Весь досуг Употребляли На дела Духовные Итак Богай Жил в таком Нечестие И веселился Каждый день И одевался Блистательно Извлекая на себя Навлекая на себя Жесточайшее Наказание Приготовляя Больше пламени Заслуживая себе Осуждение Неумолимое И мучение Неотменяемое А бедный Лежал у порога Его И не роптал Не богохурсил И не негодовал Не сказал Самому себе Как говорят многие А что это значит Этот человек Живущий в нечестии Жестокости Бесчеловечия Пользится всем И сверхпотребности И не терпит Ни печали Ни какого-либо Другого Неожиданного Бедствия Которых Много было С людьми Но наслаждается Чистым удовольствием А я не могу Получить И необходимой Пищи К нему проживающему Все На тунеядцев И листецов И на пьянство Все течет Как из источников А я истощаемый голодом Лежу притчей для зрителей Позором И посмешищем Неужели это он? Неужели это от промысла? Неужели какая-то правда Надзирает за делами Человеческими? Неправда Неужели какая-то правда Надзирает за делами Человеческими? Ничего такого Он не сказал И не подумал Из чего это видно? А из того Что ангелы Окружая его Отнесли И положили В лоно Авраамова Столь великой чести Он не удостоился бы Если бы был Богохульником Многие Удивляются Этому человеку Потому Только Что он был В бедности А я могу Насчитать Девять мучений Которые он вытерпел Не в наказание Но для того Чтобы сделать себя Более славным Что и исполнилось И бедность Действительно Есть бедствие Это знают Испытывающие Ее Никакое слово Не может Изобразить Той скорби Какую терпят Живущая в нищете И не имеющая Любомудрствовать Но у Лазаря Не одно Это было бедствие А присоединялось К тому И болезнь И при том Чрезмерная И смотри Как Господь Показывает Что то и другое Несчастье Дошло до крайности Не было никого Кто бы Или словом Успокоил Или делом Утешил его Ни друга Ни соседа Ни сродника Никого Из видевших его Потому что Развращен был Весь дом Богатого При том Скорбь его Умножало Еще и то Что он Видел Другого Благоденствующего Не потому что Он был Завистлив И зол Но потому что Все мы Обыкновенно Яснее Сознаем Своё Несчастье При благоденствии Других А при богатом Было Нечто другое Что еще Более могло Мучить Лазаря Он сильнее Чувствовал Своё бедствие Не только От сравнения Собственного Злополучия С благодействием Богатого Но и От мысли о том Что этот При жестокости Бесчеловечности Своей Во всем Счастлив А он При всей Добродетели И кротости Терпит Крайнее бедствие Если богат Был человек Праведный Кроткий Дивный И исполненный Всякой добродетели То не опечалило бы Лазаря А теперь Когда он Живет порочно И дошел до Крайней степени Нечестия И такое Показывает Бесчеловечие И питает Самое Враждебное Расположение И проходит Мимо него Как мимо Камня Бесстыдно И безжалостно И после Всего этого Наслаждается Таким Благополучием Представь Какое Было Лазарю Видеть Как Тунеядцы Листецы Слуги Поднимались Обверх Сходили Вниз Выходили Входили Бегали Шумели Упивались Скакали И делали Всякое Другое Бесчастье Как будто Причащий Для этого Именно Чтобы быть Свидетелями Чужого Благополучия Он лежал В воротах Имея в себе Жизни Столько Чтобы только Чувствовать Собственное Бедствие Испытывая Кораблекрушение В пристани Близ Источника Мучесть В душе Жесточайшая Жажда Сказать ли Еще о другом Бедствии Сверхтого Он не мог Видеть Другого Лазаря Мы хотя бы Терпели Бесчисленное Бедствие Можем Возревши На него Получить Достаточное Утешение И иметь Великую Отраду Потому что Для скорбящих Бывает Великое Утешение Когда они Находят Соучастников Своих Бедствий На самом Литоделе Или в рассказах Но он не мог Видеть Никого Другого Страдавшего Одинаково С ним Не мог Даже и слышать Чтобы кто-либо Из его Предков Также страдал А это в состоянии Омрачить И душу Зная Все это Будем Любомуствовать И не станем Говорить Что если бы Такого-то Бог любил То не попустил бы Ему Быть бедным Это самое И служит Величайшим Доказательством Любви Его Господь Кого любит Того наказывает Бьет же Всякого Сына Которого Принимает Послание К евреям 12 глава Сын мой Если ты Приступишь Служить Господу Богу То Приготовь Душу твою К искушению Управь Сердце Твое И будь Тверд Сирахова 2 глава Отвернем Возлюбленные Те негодные Мысли И те Простонародные Слова Твернословие Говорит апостол Пустословие Смехотворство Никакое Гнилое Слово Не исходит Из уст Ваших Ефесянам 5 глава Не будем Мы сами Произносить Их А если Увидим Что другие Произносят Заградим И им Уста Сильно И восстанем Против них Удержим Их Бесстыдный Язык Если бы Ты Увидел Что Какой-нибудь Предводитель Разбойников Бегает По дорогам Нападает На проходящих Пощищает Находящихся На полях Зарывает Золото И серебро В пещерах И подземельях И запирает Там много Стат Одежд И рабов Прибертая Их своим Ненабегами То скажи мне Стал ли бы Ты Называть Его Блаженным За это Богатство И не назвал Либо ты Несчастным Имеющего Постигнуть Его наказание Так Рассуждай О богачах Корыстолюбивых Они Какие-то Разбойники Засевшие При дорогах Грабящие Проходящие Взрывающие Имущество Других Своих Кладовых Как бы В пещерах И подземельях Не станем же Ублажать их За настоящее Но будем Называть их Несчастными За будущее За страшное Судилище И неизбежное Истязание Чму кромешную Которое Постигнет Их Хотя Разбойники Нередко избегали Рук человеческих Однако и зная Что мы И себе И врагам Не желали бы Их жизни И проклятого Богатства Но о Боге Нельзя сказать Этого Никто не избегнет Его Приговора Но все Живущие Любостяжанием И хищением Непременно Навлекут на себя От него Наказание Вечное И не имеющее Конца Как и тот Богач Аминь Аминь Небо Небеских Небеских